И невооруженным глазом видно, что дорожное полотно вокруг кольца стало шире. За счет уменьшения радиуса центрального круга и размера островков безопасности строители решили две задачи. Это позволило создать дополнительное пространство на дороге и не приближать ее к жилым домам. Подходит строитель к завершающему этапу по реконструкции данного перекрестка. В настоящее время произведена укладка практически 80% асфальтового покрытия, финишного асфальтового покрытия. Завершаются работы по установке опор новых, чтобы можно было перенести контактную сеть троллейбусного парка. Контроль за качеством и сроками работ ведется ежедневно как сотрудниками администрации Ленинского городского округа, так и представителями депутатского корпуса. То, что строители обещали, то они, на мой взгляд, выполняют. К Новому году, по крайней мере, они обещают закончить реконструкцию данной развязки. Всем жителям города Видно, и не только проспекта Лисовецкая, а всем жителям, я уверен, что это будет по-настоящему новогодний подарок. У пешеходного перехода по проспекту Ленинского комсомола скоро начнутся работы по установке новой светофорной системы для обеспечения безопасного пересечения проезжей части. Чтобы не усугублять и без того пока сложную дорожную обстановку, работы проводятся по ночам. Правда, реконструкция добавила хлопот не только автолюбителям, но и пешеходам. Она затронула часть сквера 50-летия Видного. Кое-где жителям приходится идти по грязи, а чтобы перейти проезжую часть, необходимо отстоять небольшую очередь на деревянном мостике. Действительно, основные работы в данный момент проводятся на участке проспекта Ленинского комсомола, примыкающего к кольцу. Именно этот участок в расчетах строителей оказался самым проблемным. Здесь проходит газопровод. Сейчас строители производят откопку газопровода, так называемую, для того, чтобы подрядная организация могла надеть защитный кожух на этот газопровод, чтобы не было никаких повреждений. Так как дорожное полотно, вот с стороны, проспекта Ленинского комсомола, уширяется в одну полосу. Планируется, что эти работы завершатся в течение трех недель. После этого начнется утрамбовка и укладка асфальта. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.